Безопасность стала важнейшим пунктом самого первого дня создания Касцинка. А модернизация производства – главным инструментом в решении этой задачи. Причем модернизация по-касцинковски – это не набор отдельных мер. К примеру, с медным заводом вопрос был решен самым радикальным образом. Построено несколько новых производств. С самого начала в этом грандиозном проекте – сабербек Маулетов. О, это сейчас сравнить, это небо и земля. Там тогда все вручную, закрываешь, горишь. Техники безопасности не очень было. А сейчас здесь все, новые технологии. Ледка, машина специально открывает, закрывает, ты вдалеке стоишь. Это все приятно, это все автоматизировано. По такой степени автоматизировано – это хорошо. Даже экология лучше стала. И мы стремимся, конечно, улучшать. Будучи опытным металлоргом, он понимает – безопасность – это не только технологии. Как и в любом деле, важен сам человек. Ответственность каждого человека. Например, в смене 25 человек, за каждым один мастер не может уследить, бригадир не может уследить. Когда человек ответственный за себя, это очень хорошо. Ответственность – это залог успеха. К этому мы стремимся. Я уже 22 года здесь работаю, я просто обязан, как бы сказать, свой навык, опыт передать подрастающим поколениям. Учить их всегда, чтобы они знали, что ответственность здесь, тяжело здесь, как бы сказать. Это такое производство, опасное производство. Это же мешуки. Очень много переделов. В каждом переделах по два, по три человека работают. Если кто-то не справляется, в других переделах приходим, помогаем. Сплоченыш мужская, коллектив мужской, обязательно без этого никак. Бывает, устроятся месяц, день, отработают, увольняются. Здесь настоящий мужчина работает. Нужен мужской характер. Многое изменилось и на цинковом заводе. 190 тысяч тонн цинка отгружается ежегодно из Усть-Каменогорска. И то, что в каждом цехе молодые лица – верный признак того, что работать здесь престижно и интересно. Константин – представитель четвертого поколения Груниных на этом заводе. Говорит, что компания открывает горизонты, и каждый может реализовать свои возможности. Мы не стоим на месте, и технологии наши тоже не стоят на месте. Естественно, в цехах работать тоже очень стало хорошо просто. Это не было там 20 лет назад. Все улучшается с каждым разом. Соряемся к лучшему. Все хорошо. Главное, что все помогают друг другу. Это как бы главное, считаю. Продолжение следует...